На мой взгляд, это разговор впустую. Я имею в виду разговор о нравственности, об отсутствии нравственности. У нас ее просто нет. Мы не можем с вами регулировать то, чего не существует в природе. Мы потеряли нравственные основы, мы потеряли нравственные обычаи, которые у нас существовали, может быть, воспитанные советской системой, может, воспитанные еще много раньше, так сказать, состоянием души и нравственности наших отцов и дедов. Сегодня говорить о регулировании нравственности невозможно в каком-то одном аспекте. И потом вы должны учесть, что взаимоотношения мужчины и женщины, кроме чувств любви, благодарности и преданности, еще и большой фактор играют деньги. И когда вы этими деньгами, будем говорить так, используетесь для того, чтобы одномоментно помочь материально женщине, или вы это делаете на протяжении многих-многих десятилетий, находясь с ней в браке, это вопрос просто времени. Это вопрос времени, вашей поддержки, материальной поддержки той или иной женщины, которая встретилась на вашем пути. Поэтому это тоже очень сложный вопрос для регуляции. И говорить о нем однозначно как о том, что это нравственно или безнравственно. А как вообще вы уберете деньги из взаимоотношений мужчины и женщины? Никак. Потому что долг мужчины, заботящегося о своей жене и о семье, это деньги, и в первую очередь это деньги. И когда он какую-то часть этих денег отдает кому-то еще, будучи в браке или не будучи в браке, это скорее вопрос не нравственности, а и вопрос, будем говорить так, финансовых отношений в обществе.